В эфире и сегодня гость в нашем эфире будет Даша Семешкин. Даша Семешкин Даша, привет! Я хочу всем сказать, что Даша очень близкий друг лаборатории путешествий и большого приключения. Она активно участвует во всех, мне кажется, абсолютно наших проектах. И не только с позиции участника, но еще как балансер. Рада приветствовать тебя, Даша, в нашем эфире. Привет, ребята! Привет, наши дорогие зрители! Даша, я тоже хочу тебе сказать, что я очень рад, что у нас будет такая возможность пообщаться. У меня будет много времени, чтобы поспрашивать у тебя интересующие меня моменты. Но также и у вас, дорогие зрители, есть это время. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях под видеотрансляцией нашего эфира. А также вы можете дозвониться к нам в прямой эфир и лично спросить у Даши, что же вам интересно, лично вам, что интересно о ней, так сказать. О том, как она пришла в туризм, либо, может, какие у нее есть самые интересные истории из ее походной жизни. В общем, вам решать, звоните, пишите нам, мы будем рады, так сказать, помочь вам познакомиться с Дарьей поближе. А я хочу уже сейчас начать знакомить наших дорогих телезрителей с Дашей и по традиции несколько фактов. Ну что же, Даша участвовала в экспедиции на Северное поле, сходила в водные, вело, лыжные, пешие и горные походы. Занимается скалолазанием, сноубордом и бейкбордом. Учится на химическом факультете в МГУ, мечтает стать нейрохимиком. Притягивает лосей, когда приходит в лосиный остров. Любит петь песни на жестовом языке. На каникулах рисует обезьяльный черепа. Закончила школу с двумя золотыми медалями. Мечтает вживую видеть стадо павианов. И еще есть один интересный факт, связанный с Дашей и нашей рубрикой. Ну что ж, друзья, я не могу рассказать о том самом интересном факте, который может связывать, точнее, который связывает нас и Дашу, нашу рубрику, нашу эфиры Дашу. Если вы помните, у нас недавно был в гостях путешественник, инструктор лагеря «Большое приключение» Андрей Чекрыгин. Так вот, Андрей в качестве подарка за лучший вопрос сказал, что подарит человеку, который задаст этот вопрос, книгу из своей домашней коллекции. И, как вы думаете, кто бы это мог быть? Это была наша дорогая Даша. Даша недавно только участвовала в розыгрыше, так сказать, подарков от приглашенных гостей, а сегодня является сама приглашенным гостем нашего эфира, эфира канала «Про поход.ТВ». Вот такой вот интересный факт. Даша, мы тебя с этим поздравляем. Скажи, пожалуйста, какую ты в итоге выбрала книгу из тех, которые тебе предложил Андрей? Так получается, что книгу выбираю не я, а Андрей, и он мне не сказал, что это будет за книга, это будет для меня сюрприз. Ага, понятно. То есть Андрей тоже... Очень приятный сюрприз. Такой секретной информацией. На самом деле, мне кажется, сюрпризы, они всегда... Ну, зачастую сюрпризы приятны. Вот. Когда ты знаешь, что тебя ждет такой подарок, как книга, и что это будет сюрприз, я уверен, что это приятный сюрприз. Даша, скажи, я слышал о том, что ты тоже приготовила какой-то подарок для наших зрителей. Что же это такое? Расскажи нам. Мне очень понравилась идея Андрея, и я тоже решила, что за самый лучший вопрос я выберу какую-то книгу от человека, который этот вопрос задаст, и подарю ему ее. То есть это тоже будет индивидуальный подарок, и это тоже будет книга. Здорово. Даша, а для ведущих у тебя есть индивидуальный подарок за лучший вопрос? Конечно, Коля, для тебя... Так, я извиняюсь, Даша. Ну, конечно, тоже. У нас есть два ведущих. Это уже другое дело. Здорово, что у нас есть такая-то дикция, дарить подарки. Я надеюсь, скоро появится у нас традиция дарить подарки зрителям, не забыть про ведущих. Но это чуть позже. Даша, давай начнем уже с тобой беседу. Приступим к нашему интервью. Как интервью? У нас будет сегодня теплая дружеская беседа. И мы подготовили для тебя ряд вопросов и готовы задать. Ты один из самых активных вообще участников наших программ лабораторий путешествий. Причем ты принимала участие в самом крутом проекте. Это северная экспедиция, экспедиция на Северный полюс. И тебе тогда было, по-моему, 16 лет. Правильно? Да. 16 лет. Расскажи свою историю, как ты вообще попала туда. Ведь попасть на Северный полюс – это же заветная мечта абсолютно любого человека. Но попадают туда лишь единицы. Очень интересно нам послушать твой рассказ. Я не помню момент, когда это все началось. Когда я приняла это решение. Мне кажется, что я жила с ним уже много-много лет. В 2016 году, когда тоже состоялась экспедиция 9-я на тот момент, ребята жили в спортзале у нас в школе, когда готовились к экспедиции. Я помню, как я приходила по утрам в школу, и вот этот запах блин, который они готовили на завтрак, который разносился по всему первому этажу. И тогда, мне кажется, я уже понимала, что я попробую это сделать, пройти эту экспедицию, когда мне исполнилось 16 лет. Дальше я начала активнее участвовать в мероприятиях большого включения, чтобы и измениться своей, и узнать, что лучше людей по ним вообще. В какой мир я хочу попасть. В чем моя мечта. Сейчас какое-то время я начала заниматься, чтобы подготовить физически к этому. Кататься на лыжах. В лыжах я вот так, как я решила пойти на своем поле, я ненавидела лыжи всей душой. А тут я решила, что надо попробовать. И вдруг это... Вдруг мне понравится. Оказалось, что действительно это очень приятно. Я сходила в свои первые лыжные походы. Я читала книги о Северном полюсе, потому что... Ну, во-первых, опять же, чтобы узнать о том, что это такое. И, во-вторых, это было одно из... Нужно было написать эссе, подать анкету, подать заявку на участие. По одной из прочительных книг. А потом мне исполнилось 16 лет, и я подала заявку, и так и все началось. Слушай, Даша, большая молодец. Это очень круто. Это действительно класс, когда ты побываешь на Северном полюсе. Мы с Полей пока можем только наслаждаться моментами, и смотреть ролики, и горевать, и плакать за кадром. Потому что тоже очень хочется. А скажи мне, пожалуйста, как вот твое впечатление от самого Северного полюса? Оправдались ли ожидания? И что для тебя было самым трудным на Северном полюсе? Трудность ожидания о том, что не такое очевидное для тебя. Потому что все практически путешествия, они отличаются друг от друга, они отличаются с обычных походов. Это не очень хорошо, можно догадаться, что они там будут. Поэтому я просто пошла туда без каких-то особых идей о том, что именно там будет происходить. Нас готовили технически, нас готовили физически, но все равно Карелия, к которой мы готовились, она отличается от Арктики. На самом деле подготовка была куда труднее, чем сама экспедиция, и физически, и психологически, потому что рельеф Карелии, он отличается от Арктического. Там гораздо более суровая погода, она более влажная, поэтому песочин сильно замерзает, заледеневает. Там более крутой рельеф, и сам поход тоже физически более тяжелый, потому что нужно больше проходить, больше работы в лагере, на стоянке к вечерам, чем на Северном полюсе. И, пожалуй, самое трудное у всех чувств для меня, действительно, было пройти этот отбор и не сдаться ни в походе, ни после того, когда мы сидели неделями, ждали результата отбора, не зная, что нас ждет, и кого выберут. А в самом экспедиции на Северном полюсе было достаточно физически и психологически легко по итогам нашей подготовки. Разве что Торосы, Торосы, это то, то самое физически сложное из того, что было там. Это не то, что нас устанавливало в нашем пути. Я вот слушаю тебя, и мне сразу вспоминается такая фраза, может, даже изъезженная, тяжело в учении и легко в бою. То есть, то, что у вас на подготовке, на отборе было сложнее, нежели в самой экспедиции. Это хорошо, что так, а что не наоборот. То есть, по факту, вас подготовили с таким запасом прочности, можно так сказать. И еще один момент подмечу насчет ожидания. Да, действительно, мне кажется, когда ты ждешь и находишься в неведении, выберут тебя или нет вот этот конкурс, это, наверное, самое такое сложное, потому что ты ничего уже сделать не можешь, все, что ты мог, ты уже сделал, и тебе остается только ждать. Выберут тебя или не выберут. Такой вот момент неведения, это тоже так. Трудно. Скажи, а что тебе больше всего запомнилось на самом Северном полюсе? Мне больше всего запомнился день, когда мы дошли до Северного полюса. В тот день Матвей Дмитриевич нас собрал и произнес небольшой речь о том, что в этот момент настал и сегодня мы, скорее всего, дойдем до Северного полюса, но мы не должны... это были не только слова. Накануне нам позвонил Дмитрий Игоревич Паром и тоже сказал о том, что мы не должны расслабляться и думать, что нам остался последний рывок и все, мы должны сосредоточиться и не думать, что осталось что-то простое, потому что часто... не часто, но бывает в экспедициях, когда что-то срывается в самый последний момент, потому что люди уже несутся к финишу и становятся невнимательными, не думают о том, что плохо смотрят по сторонам как физически, так и физиологически. И вот в этот день я чувствовала, что это совершенно особое, потому что когда ты понимаешь, что вот он настоящий Северный полюс и ты действительно здесь, это ни с тем не сравним ощущение. Пожалуй, этот день был самым ярким. Ну и после того, как мы достигли Северного полюса, мы делали много интересных для нас вещей, чтобы этот день стал еще более запоминающимся. Мы сыграли в футбол в специальных костюмах игруми, мы готовили вкусняшки, мы читали книги, которые взяли с собой, мы разговаривали, мы записывали видео, которые потом можно было использовать для фильма, который у нас есть и который мы чуть позже покажем. И много было ярких мест в тот день, но сам по себе этот день он сам по себе был особенный, даже без каких-то отдельных событий этого дня. Слушай, ну это круто прям, что у тебя такие эмоции остались от этого замечательного дня и тоже не могу не заметить, действительно, абсолютно правильно было сказано и Матвей Дмитриевичем, и Дмитрием Игоревичем о том, что зачастую в конце, так сказать, когда вот у нас остается последний рывок, бывает, что люди расслабляются и теряют бдительность, допускают какую-то маленькую ошибку. Это и в соревнованиях может быть, и в походах на спуске с горы. В вашем случае это вот такой момент достижения именно полюса. И я очень рад, что вы не расслабились, и что у вас все прошло хорошо, что вы его достигли. Вот, и давайте посмотрим видео, которое вы снимали, и я слышу о том, что есть замечательный видеоролик, подготовленный по результатам экспедиции. Ну давайте посмотрим. Полярная ночь, а может быть день, я не помню цвет солнца, я забыл свою тень, это был приказ, или чья-то воля, мы должны прорваться, через белое поле, это верная смерть, но мы будем пытаться, капитан молчал, он не праве признаться, сделка дома к походу и сдаваться в надход, но никто не поверил, в тот успешный исход. Кажется, норма, и машина идёт, и вроде по плану, но что-то гнедёт, и что-то пугает, и дух наш купал, сможем ли мы пройти перевал, и то, что должно непременно случиться, дизель замёрз, с этим надо смириться, и выхода не под снегу пешком, навстречу спасенью за краем Наш дом. 72, ниже нуля, и только вперёд обернуться нельзя, если бы он мог услышать мольбы, но только вперёд через белые льды. 72, ниже нуля, держи мою руку, всё, что было не зря, вспомни мечты, родительский дом, грей свою душу, вспоминая о нём. Топлива нет, и пультери не к месту, и ты уже знаешь, из какого ты теста, и кажется, боль нам станет наградой, мы движемся, край, нам больше не надо. Не надо, не надо, не надо, 낙радая, Сердце два, ниже нуля И только вперёд, а вернуться нельзя И если бы он мог услышать мои пыль Но только вперёд, через белые липы Сердце два, ниже нуля Держи на мою руку всё, что было не зря Помним мечты, родительский дом Грейт твою душу, вспоминая о нём Даш, нереально крутые кадры Не знаю, я вот долгое время говорил о том, что на Северный полюс не хочу Но как начинаю общаться с полярниками, которые бывали Я понимаю, что, наверное, это да, что-то такое особенное Что позволяет душе так немножко сжаться Когда ты исполняешь такую свою заветную мечту И у нас есть вопрос от зрителя Саша, вы водили хоровод вокруг земной оси? Мы честно пытались, но мы нашли торос, который был примерно в районе Северного полюса Но он был такой большой, что мы здесь всё равно не смогли его в один круг поплатить Поэтому мы просто взяли за руки и бегали вот этой такой вереницей вокруг этого тороса Когда сняли это на видео Круто Даша, скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала ребятам, которые также мечтают попасть на Северный полюс В составе наших экспедиций Что нужно сделать, чтобы оказаться там и исполнить свою мечту Во-первых, конечно же, нужно прочитать положение прошлых лет Чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые пункты в плане поход первой категории сложности Если вы там не были, его нужно пройти соревнования по лыжному туризму или просто по лыжным гонкам А потом нужно начинать готовиться технически и физически самостоятельно Заниматься спортом, который развивает силу и выносливость любым, который вам нравится Хорошо и уверенно научиться кататься на лыжах Научиться продолжать ходить в походы Особенно если вы делали это мало Чтобы научиться, особенно в зимних походах, делать всё, что делают в зимних походах Потому что отбор – это зимний поход И если вы хорошо покажете себя на отборе, это большой шанс пройти в экспедицию Ну и, конечно же, нужно убедиться, что вам есть 16 лет, как минимум, и еще нет 19 лет в момент экспедиции Эх, Коля, мы с тобой и в опять никуда не подходим, понимаешь? Почему? Есть возможность напроситься к Матвею Дмитриевичу в качестве одного из старших людей с группой Да, мы обязательно это сделаем, но чуть попозже Даш, мы еще знаем, что помимо Северного полюса ты принимала активное участие в наших проектах В частности, к примеру, ты не раз ездила в лагеря «Большое приключение» в Краснодарский край, где ходила походы Расскажи, пожалуйста, с чего началось свое знакомство с лагерем «Большое приключение»? Мое знакомство началось с того, что в нашу школу пришел новый директор, который вы уже все хорошо знаете Это Павел Александрович Северинец, и который с первых уже буквально дней своей работы в школе отправил группу наших школьников на Рубикон в Рузу Там мы впервые познакомились с этим лагерем, с первыми нашими институтарами Узнали вообще концепцию лагеря, основанную на лидерстве, на руководстве группами, на командной работе Через год после этого мне удалось попасть, приехать на смену «Большое приключение» было 13 лет И это была «Одиссея» через гору к морю И у нас даже здесь в студии, кажется, есть мой первый инструктор, который тогда провел меня в моем первом походе И, может быть, он потом что-нибудь расскажет о том, что он заметил изменившееся во мне с тех пор Расскажешь, Коля? Да, с радостью, обязательно Давай прямо сейчас расскажу В общем, как началось... Не надо сейчас? Надо сейчас, да, Даша? Ты не проще? Нет, сколько рассказывали Вот, да А как началось мое знакомство с Дашей? Тогда мы оба были, так сказать, неопытными Я был неопытным инструктором, ну как, я был опытным инструктором, но для меня все-таки мой опыт был гораздо меньше, нежели сейчас Даша была неопытным туристом И это была моя вторая смена за то лето, как в лагере большое приключение в Краснодарском крае, мне довелось вести группу туристов по маршруту Одиссея через горы к морю В составе этой группы была Даша Тогда еще она была Дашенька, очень маленькая была Вот, и Даша, ну что я помню о тебе тогда, то что ты была безумно любознательная С тобой очень легко было общаться, потому что ты сразу помогала То есть если кому-то нужна была помощь, ты никогда не отказывал от этой помощи Вот, у нас называлась группа, я сейчас могу ошибиться, Даша, потому что у меня возраст уже, я плохо запоминаю, у нас волчья стая, можно сказать, так было Вот, мы шли параллельно двумя группами с Александром Милькиным и Даша была одним из тех участников нашей группы, которая очень трепетно относилась к команде непосредственно К тому, чтобы мы всегда были сплоченной командой, чтобы все друг другу помогали, чтобы все друг друга выручали Вот, и это тогда было очень приятно наблюдать, но при всем при этом Даша была, как я уже сказал, неопытной и такой очень ранимой, хрупкой, ее легко было обидеть, потому что нас кто-нибудь из ребят что-нибудь не так скажет, Даша, все, уже сидит, глаза на мокром месте Ну, прям девочка-девочка, вот, мы прошли этот замечательный маршрут, это один из самых, ну, в принципе, один из самых запоминающихся моих походов был И, я не знаю, мы тогда еще вышли в Сочи, к морю, то есть, ну, маршрут был шикарным Вот, и через год я снова узнал о том, что Даша снова едет к нам в лагерь, но уже более таким матерым туристом, потому что она прошла, на тот момент это была первая категория сложности Одиссея через год Вот, и Даша замечательно справилась тогда со всеми трудностями, которые были и продолжила развиваться А как продолжила развиваться, рассказывай уже дальше сама, тут ты лучше знаешь А, Дашенька, у нас звонок есть, да, давайте послушаем Давайте выведем его в студию Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Как вас зовут? Очень приятно, Валентина, у вас, наверное, вопрос к Дарье Все, давайте Вы знаете, самый большой навык это умение работать в команде на разных ролях, не только в роли лидера, но и в роли подчиненного Это умение взаимодействовать с людьми и выполнять вместе задачи, продумать, как выполнить задачи, продумать, как договориться с другими людьми Я начинаю уже потихонечку заниматься наукой, и наука это, конечно, коллективная деятельность И уже сейчас нужно иметь взаимодействие со своими коллегами, уметь договориться, распределить обязанности И именно эти навыки впервые я начала получать походы, когда я впервые начала общаться концентрированно с группами людей, с группами моих проведенников Потому что раньше я не так часто общалась с людьми Вот так Спасибо большое Это самое важное Спасибо большое, всего доброго, Даша Спасибо вам за звонок, всего доброго Да, всего доброго, до свидания Даша, скажи, пожалуйста, на каких программах ты была потом еще, после того, как вы сходили в поход, после Северной полюси На каких программах ты еще была и какая тебе запомнилась больше всего? В Краснодарском крае я была на программах «Курс на лидерство» – это путешествие на Тхач На программе «Фиш» – стратегия достижений На программе «Директор в поход», когда была только первая смена Я была еще два раза в Рузе, вот здесь вы можете увидеть фотографии моего третьего заезда уже в конце 10 класса Я также была один раз в Карелии на программе «Стратегия достижений» Нет, «Стратегия проектирования» У меня была одна команда, с которой мы ходили в походы дважды Вот вы ее еще встретите, это моя любимая команда «Динок» С этой командой мы прошли очень много, это ребята из моей школы И мы очень много, очень много, что мы сделали вместе, изменили друг в друге Мы действительно были как одна семья, очень через многое прошли И после первого похода на Тхач мы совместно приняли участие в проекте «Стратегия проектирования» Мы создали экологический проект, чтобы участвовать в конкурсе от лаборатории в участии и поехали в Карелии его реализовывать И Прометрия была на программе «Волонтерство», но об этом мы чуть-чуть попозже расскажем Здесь вы сейчас видите фотографии из Карелии, когда мы ходили с моей командой «Енот» Тут был для нас для всех новый опыт, практически никто из нас не был в ворных походах до этого Также я хочу рассказать про наш проект, который вы сейчас тоже видите фотографию Мы делали ларцы туристской мудрости, в которые мы клали блокноты, в которых другие туристы могут доставлять записи друг для друга и обмениваться какими-то информациями, какими-то историями И также в этих ворсах лежали наши фирменные рецепты, которые путешественники, которые проходили здесь стоянки могли попробовать приготовить своих походах Очень интересно, Даша, в одном из комментариев к нашему каналу ты писала, что лагерь «Большое приключение» на самом деле очень сильно повлиял на твою жизнь Как именно он на тебя повлиял и почему он стал таким вот особенным и ты с удовольствием туда ездила из года в год? Все началось тогда, в 13 лет, в том походе детей Я вдруг увидела, что весь мир не такой, каким он мне казался раньше Я поняла, что я могу просто брать и общаться с другими детьми, потому что до этого я была ребенком одиноким и занималась в основном, ну ходила от школы до школы, делала уроки и практически не гуляла со своими сверстниками А тогда я поняла, что я могу быть не только такой Я поняла, что я могу стать лучше, я могу перерасти свое одиночество, свою такую вот социальную изоляцию И я начала работать над этим из похода в поход Я училась лучше и лучше, у меня много чего не получилось первого раза Мне было трудно контактировать с ребятами, мы иногда ссорились, иногда очень сильно ссорились Но потом проходило и это, и начинался следующий поход И это были новые люди, я снова чему-то училась И каждый поход был успешный, приведущий в плане общения с другими людьми Самое важное, это именно общение То, чему я смогла начать учиться, продолжить учиться, и чему я учусь до сих пор И уверенность в собственных силах Я поняла, что я действительно что-то могу, что я могу чему-то научиться Что у меня есть что-то, что отличает меня от других людей Какие-то навыки, какие-то умения, какие-то черты характера Которые тоже делают меня, может быть, крутым человеком в чем-то Что я тоже могу быть частью коллектива Тоже могу привносить что-то в коллектив, в общую коллективную работу Пожалуй, апогеем всего этого стал проект «Директор в поход» Когда со мной пошли мои друзья, с которыми мы ходили с первых лет в походы Мы все уже были одиннадцатиклассниками в основном И мы доросли до того возраста, когда мы были уже не просто детьми Мы были уже на границе окончания подросткового возраста Мы были уже достаточно взрослыми, чтобы думать, анализировать, размышлять о том, что происходит с нами вокруг нас Мы очень много общались, очень много рефлексировали Это были, пожалуй, самые интересные свечки из всех моих походов Мы много научились друг у друга Мы очень много научились друг у друга Наташа Трофимова и Кирилл Кузнецов Которые учили нас каким-то, кроме того, практическим навыкам Например, Наташа научила нас рисовать пейзажи черной ручкой Мы учились готовить какие-то новые вещи вкусные на костре, которые мы раньше не пробовали Кирилл Кузнецов попытался научить меня выжигать лодки из дерева Мы не успели это сделать до конца Поэтому нужно сходить с Кириллом еще раз в поход и закончить это, закрыть Слушай, Даша, тебя слушать одно удовольствие Мне нравится, как ты рассуждаешь В твоих словах слышится восторг Как тебе это нравится Ты действительно кайфуешь от этого Это же здорово Я хочу рассказать об одном моменте, который произошел в конце смены директора в поход После наших исключительных выступлений ко мне подошел Коля На обнимашках, вы, наверное, все знаете, что это такое И он рассказал мне, как он увидел, что я изменилась с тех пор И я тоже это увидела впервые так отчетливо Какой путь у меня уже прошел за спиной И я после этого несколько минут просто там стояла и плакала от счастья Под этим краснодарским прекрасным небом со звездами Не могла от этого очень долго отойти И это были настоящие слезы счастья Про которые, может быть, некоторые люди думают, что это только в книжках такая метафора Но это бывает на самом деле Да Замечательно Хорошо, что слезы идут только от счастья, Даша Лучше, чтобы так всегда и было Пускай в вашей жизни слезы текут только от счастья Ты когда рассказала о том, что Кирилл тебя учил делать что-то с деревом Мне вспомнилась сразу ситуация, когда мы с Кириллом ходили в поход Он на альпинштоке Альпиншток это палка, так сказать, туристическая При помощи которой организует себе страховку При спусках, при подъемах, при траверсе склонах Вот, в общем, помощник в походе И Кирилл на альпинштоке выточил красивого такого коня, как на шахматах Вот шахматный конь прям на кончике альпинштока был И в один из дней у нас не было места, где можно натянуть костровой тросик И пока Кирилл не видел, я на этого коня повесил котелок И конь стал черным из белого Вот, Кирилл, извини, если ты сейчас смотришь Мне до сих пор стыдно за тот момент Даша, скажи, а вот ты сама хотела бы стать инструктором? По-любому задумывалась об этом? Я об этом думала многие годы, и я все еще об этом думаю Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что это Вот это действительно сложная цель и мечта До которой, может быть, мне еще нужно дорасти Потому что это действительно большая ответственность за... Во-первых, ты отвечаешь не только за безопасность детей, которых тебе доверяют Ты отвечаешь за педагогическую сторону вашего похода Ты отвечаешь за то, чтобы поход понравился детям И не только понравился, а помог им как-то, может быть, изменить свою жизнь Как какой-то период изменилась моя жизнь Но я считаю, что это важно, это то, что нужно попробовать и делать обязательно Потому что, ну, если бы не моя инструктора, я не стала бы тем человеком, кем я являюсь сейчас И мне кажется, нужно вернуть эту энергию, которую передали мне Мне кажется, что ей нужно вернуть в мир, передать это другим детям Чтобы поддерживалась наследственность Вот этого изменения характера под воздействием походов И педагогических программ большого приключения Замечательные мысли Да, здорово, Даша Мы были очень рады тебя видеть в рядах наших инструкторов У меня, смотри, следующий такой вопрос До этого у нас в гостях были Надя Багрова, Дарья Сейкина Они рассказывали о том, что вы в представлении такой идеальный инструктор Вот мне теперь хочется задать тебе вопросы У тебя другой взгляд, другое мышление Что для тебя идеальный инструктор? Какой он должен быть? С какими качествами? Вот как ты можешь ответить на этот вопрос? Мне кажется, что, во-первых, у инструктора должна быть какая-то общая, более глобальная цель Как вот, например, моя цель помогать людям изменяться То есть он должен не просто хотеть провести вот один конкретный поход Для него это дело должно иметь какой-то смысл лично для него, для его души Во-вторых, он должен, ну, исходя от этого первого пункта Он должен хотеть делать то, что он делает И не просто выполнять свою работу Для него это должно быть чем-то важным Каким-то важным для него делом Которое привносит что-то в его собственный характер В его жизнь, в его душу, может быть И инструктор должен обязательно быть внимательным к каждому ребёнку И иметь хоть эти индивидуальные подходы То есть он должен понимать, кто этот ребёнок И как он может ему помочь измениться Или если не измениться, то как развить в нём качество, которое у него уже есть Или, может быть, помочь ему открыть себя, понять себя На самом деле очень интересно послушать мнение Не со стороны, вот как Дарья Сейкина Например, как руководитель сама в прошлом инструктора Как Наденька Багрова, которая тоже сама инструктора Услышать мнение человека, который когда-то был ребёнком у таких же инструкторов Как он это видит Спасибо большое, Даша Слушай, а я хотел затронуть тему волонтёрства Я знаю, что ты участвуешь во многих проектах волонтёрских Расскажи нам, пожалуйста, почему ты решила этим заниматься И в каких же проектах ты принимала участие Я не помню момента принятия решения Просто в какой-то момент я начала этим заниматься Потому что мои друзья, которые тоже ездили в лагерь, этим занимались Потому что инструктора приглашали нас принимать участие в проектах Я работала несколько раз на празднике «Большое приключение в Соколисах» И это одна из моих любимых мероприятий Потому что там собирается все наше сообщество Приходят люди, приходят инструктора, приходят дети И все они проводят с вами вместе Хотя они не так часто пересекаются в городе Потому что у нас всё-таки у всех своя жизнь И мы встречаемся в походах небольшими группами А на этот праздник приходят действительно все И все приходят туда, чтобы делать вместе какое-то общее дело Делать праздник для детей, для гостей, для родителей Кроме этого, я волонтерила на программах по пути сказки На вечере встреч, посвященном Международному дню инвалидам На Кубке Мэра в этом году мне посчастливилось по волонтерить Это тоже было совершенно потрясающее мероприятие По своей энергии, по своему смыслу И в прошедшем я принимала участие в волонтерской смене «Большое приключение», которое так в этом году появилось Мы с пятью другими ребятами делали что-то просто для нас потрясающее Потому что мы могли быть в месте, где нам приятно Где люди, которые нас окружают, все к нам хорошо относятся Которых мы сами любим И вместе с ними мы могли тоже что-то делать, какие-то новые дела Мы могли учиться у них Мы доверили проводить некоторые занятия по туристическим граммам Нам не нужно было исполнять полностью обязанности инструкторов Но мы уже могли проводить занятия, уже могли работать с группами Приезжало очень много разных детей за те две недели, пока мы там были Ну и очень важно также было то, как к нам относились инструкторы и сотрудники лагеря Они старались помочь нам сделать наш досуг интереснее Они занимались с нами спортом, занимались с нами йогой Они приходили к нам по вечерам, мы водили нас к речке, мы разжигали там костер Они проводили с нами свечки тоже, помогали нам готовить вкусняшки Играли с нами на гитаре, разговаривали с нами, смотрели фильмы И эта смена для меня была, как я сейчас считаю, маленькой моделью взрослой жизни Потому что ты делаешь какие-то дела, которые ты можешь называть своей работой И ты получаешь на это какой-то ответ, какую-то реакцию у людей, для которых ты это делаешь И вместе с которыми ты это делаешь И тогда я поняла, что... Тогда я укрепил свои идеи попробовать стать инструктором Потому что я увидела, как это происходит в какой-то маленькой первичной модели И я поняла, что это то, что мне нравится И то, чем я хотела бы попробовать заняться Замечательный опыт, на самом деле Мне кажется, это круто, когда ты можешь посмотреть на ту или иную ситуацию под разным углом И при этом еще и преследовать какие-то такие хорошие намерения Я бы сказал, даже духовные, наверное Даш, у нас есть вопрос от зрителей снова к тебе Назови, пожалуйста, книгу, фильм, музыкальную группу, которой ты посоветуешь нашим зрителям Книга, это, конечно же, «Гарри Поттер и методы рационального мышления» И я не буду комментировать эту книгу, вы просто должны ее почитать обязательно Все люди, которые меня сейчас смотрят Музыкальная группа «Сплин» Какой был третий пункт? И третий фильм 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 Пусть это будут «Игры разума» Это тоже фильм, связанный с одной из моих профессиональных интересов Моих профессиональных тематик Это фильм про мозг и про ученых Собственно, как книга и, собственно, как в некотором роде творчество этой группы Спасибо Здорово Спасибо Я надеюсь, наши зрители записали сейчас Что они будут делать этим вечером Я хочу вернуться к теме волонтерства Даша, скажи, пожалуйста, что ты делала как волонтер? В чем заключалась конкретно твоя работа? Ну, как я уже сказала, нам доверили проводить некоторые занятия Мы проводили «Ромашку» это занятие по ориентированию Мы проводили занятия блока «Я иду в поход» Мы с Катей Препоровой проводили этап приготовления пищи в походе Мальчики проводили занятия по постановке палатки и работе с аппельштоками Кроме того, мы помогали в каких-то лагерных делах Разбирать стережения на складе Ставить палатки для приезжающих групп Проводить творческие занятия Например, мы не придумали, мы взяли это из прошлого опыта «Лагерь большого приключения» Но мы организовали проведение творческого мастер-класса по плетению браслетов Который очень удобно брать потом с собой в поход и доплетать И я сама помню, когда я в 2017 году ребенком еще приезжала И как мы все эти браслетики провели в походах И после наших занятий мы тоже видели, как дети уходят в походы с этими кругами и нитками И возвращаются с браслетами, приходят к нам еще за нитками Это было очень ценно, что то, что мы делаем Мы видели, что это кому-то нужно И что это детям нравится Не было для нас лучшей награды, чем детские улыбки и внимания К тому, что ты им предлагаешь сделать Да, это точно, я всегда говорю вдвоем Вас вот еще не было сегодня Я всегда говорю свою любимую фразу «Какая сложная работа, счастливым сделать хоть кого-то» Искренне улыбить детей Это, наверное, лучшая награда и благодарность Я хочу опять же вернуться к теме волонтерства Даша, что тебе дает волонтерство? Почему ты им занимаешься? Волонтерство с большим приключением для меня это в первую очередь Не знаю, насколько в первую очередь Но это для меня возможность встретиться с теми людьми С которыми мне нравится проводить время С моими друзьями, с моими знакомыми, с которыми мы ходим в походы Для меня это... Именно поэтому я волонтерю именно на программах большого приключения Второе, это, конечно, новый опыт в общении с людьми В организации мероприятий, в проведении тех мероприятий, в которых я участвую В общении с совершенно различными людьми, с различными детьми Ну и, конечно, эти эмоции для меня, эти праздники, они тоже для меня праздники Потому что... Такая атмосфера, такие люди, такое тут настроение вокруг Это не могу еще Оставать равнодушным Ты абсолютно права, Даша А скажи, пожалуйста, а ты участвуешь в каких-нибудь других проектах, помимо лабораторий путешествий, как волонтер? Практически нет Единственным практическим исключением является волонтерство на проведение Всероссийской Олимпиады по химии у нас на химическом факультете в этом году Ну и, пожалуй, все Круто, слушай Всероссийская Олимпиада по химии, как звучит Но к химии мы еще вернемся, а сейчас я хотел бы затронуть тему твоих путешествий Не с лагерем Большое приключение, не с лабораторией путешествий Я знаю, что ты уже, если я не ошибаюсь, даже семью свою подсадила на туризм И вы бывали в походах, и ты была в других походах Бело, водных, лыжных, пеших и горных Ну, не только с лагерями Большого приключения и лабораторией путешествий Расскажи, где ты успела побывать к настоящему времени И что тебе больше всего запомнилось? Какой поход? Мы действительно путешествовали вместе с моей семьей Мы ходили на плато Лаганаки И прошли там маршрут по кресту Техпишта, который мы полностью подготовили и провели сами для себя Мы даже можем, наверное, показать фотографию из тех походов Вот здесь вы видите меня с моим отцом Кроме этого, у меня есть мой школьный тур-клуб «Вектор», с которыми мы тоже очень много походов прошли И если большое приключение для меня важно своей психологической и педагогической работой То в походах с своим тур-клубами я смогла развивать спортивность, пробовала новые районы путешествий Мы были вот, например, на Таганая в зимнем пешем походе Это был наш первый совместный поход, который был просто... Он также отличается от других походов, как, пожалуй, на Северный полюс Это совершенно новый опыт Мы много раз ходили в Карелию В походы первой, второй и третьей категории сложности Мы были на Белом море Мы ходили в велопоходы в окрестностях Калужской области В окрестностях деревни Никола-Ленивица Мы также ходили в лыжные походы тоже в Калужской области И в завершении моего обучения в школе в 11-м классе мы сделали для наших младших товарищей по тур-клубу сборы по туризму в районе Горей-Индюк Вот вы видите сейчас фотографии оттуда Мы ходили туда осенью, делали стационарный лагерь там и проводили занятия для наших братьев, наших младших, так сказать Обучали их нашему мастерству, потому что мы все уже заканчивали школу к тому времени И передавали свои знания новым поколениям Мы там занимались также скалолазанием Там есть очень интересная скала-сыр с такими очень интересными дырками Мы там отрабатывали скальную технику Слушай, очень приятно видеть знакомые места Для тех, кто не знает, гора-Индюк это Краснодарский край, можно так сказать, тоже наши родные места Да, я же правильно называю Даш, не ошибаюсь? Да Тяжелый Машенька Очень тяжелый Машенька Даш, какой из этих походов тебе больше всего запомнился? Вот самое яркое твое впечатление, что было? Трудно выбрать, все эти походы для меня каждый в своей степени важен и дорог Но, пожалуй, самым сказочным из них был поход на Таганай Это была настоящая зимняя сказка, прекрасные горы Урала, которые очень внешне необычны Они не высокие горы, но там очень много скальных образований необычной формы Ну и, в принципе, зимний пеший поход И, в принципе, это был первый зимний поход И это было очень красиво И это было еще такое туристическое детство Все было таким сказочным, волшебным Вот этот зимний лес Снег, который сверкал на солнце Золотые скалы И у нас был... В один из дней мы съезжали с одной горы, которая называется Вуглавая Сопка На пенопопках, как с горки Это тоже был очень веселый день, который мне до сих пор помнится Хотя это было уже много лет назад Слушай, да, катание на пенках, на пенопопах С ледников и снежных склонов Это отдельный вид искусства Я вспоминаю свои первые зимние сборы Когда мы попали в зимний лес Возле платы Лаганаки И я сразу стоял и думал о том, что Вот про что писали в сказках Лес бабок-ежек там всяких Ну то есть мхи какие-то, лишайники Это все настолько было красиво Ну, Кристин, я тоже был ребенком Вот такое было, да? Даша, а в какой бы поход, в какое место ты хотела бы отправиться в будущее? Вот, может, мечта у тебя заветная какая-то есть? Трудно выделить что-то одно Я бы хотела обойти всю Россию, все горы России, все горы мира Побывать в различных горных массивах других стран Побывать обязательно на Байкале А Байкал, пожалуй, я могу сказать как какую-то отдельную мечту Потому что это... Ну и после ваших рассказов и после рассказов других моих друзей Я знаю, что это настоящая сказка И, пожалуй, моей очень большой заветной мечтой является Поход на коньках по Байкалу Как ходила Лиза Сартан, которая уже ранее выступала в этой передаче Спасибо большое, хорошая мечта, такая осуществимая Да, Лиза будет не против отправиться с тобой на Байкал Даш, ты очень разносторонний человек, ты очень интересная личность Тебе все интересно, ты очень любознательная И я знаю, что ты любишь науку, науку, химию И также знаю, что ты учишься в МГУ Наверное, самый такой часто задаваемый вопрос Сложно ли поступить в МГУ и что ты сделал для того, чтобы там учиться? Я скажу так Поступить в МГУ действительно было не из простых Мне пришлось очень много работать, очень много заниматься Самой и с преподавателями Проводить много часов каждый день, особенно весной, перед ЕГЭ Но была одна вещь, которая позволила мне, несмотря ни на что Упросить в МГУ эти читания Я понимала, что это то, что поможет исполниться моей настоящей заветной мечте Которая была со мной с самого детства, мечта стать ученым И я понимала, что я сделала это не просто так, не просто, чтобы поставить какую-то галочку Я могу достичь той жизни, о которой я мечтала, читая в детстве Киры Булычева Про Алису Серезневу, которая была, как известно, космическим биологом И путешествовала вместе с моим отцом, занимаясь исследованиями И с самого детства я понимала, что хочу стать ученым И эта мечта стала в одиннадцатом классе так близко, как никогда И я готова была посвящать свое время именно этой мечте, чтобы достигнуть ее И сейчас я продолжаю работать над этим, потому что я всего лишь на первом курсе Но теперь я действительно начинаю заниматься наукой Я уже работаю в лабораториях И понимаю, что я не зря все это делала Я не зря прошла через это огромное количество учебы Через эти бессонные ночи, расшатанные нервы От подготовки к тебе, от этих ожиданий, от этих волнений И я продолжаю работать над своей целью И однажды, я надеюсь, я стану действительно ученым Даша, я почему-то даже не сомневаюсь в тебе Ты настолько целеустремленный человек Что, друзья, ставьте цель перед собой, достигайте ее Все мечты обязательно сбудутся Я хочу сказать нашим телезрителям, друзья Если у вас есть вопросы к Даше, к нашему сегодняшнему гостю Вы можете писать свои вопросы прямо в комментариях по трансляции А также не забывайте, что у нас есть номер телефона И вы можете дозвониться нам в студии и задать свой вопрос И, кстати, Даша приготовила подарки для самых активных наших зрителей Которые зададут наиболее интересный вопрос Вы получите какой-то индивидуальный подарок от Дарья Даша, продолжим У меня вопрос такой Почему именно химфак? Почему химия? На самом деле, Кристина, я с самого детства собиралась стать биологом И в детстве я мечтала стать палеонтологом И мы вместе с наклассниками проводили раскопки на школьном дворе Потом я хотела стать генетиком Потом приматологом Потом еще кем-то, я уже не помню кем Но в последние полгода я встретила моего преподавателя в химии Который потом помогал мне готовиться к ЕГЭ Который тоже учился на химфаке в тот момент И он рассказал, чем он там занимается Как он занимается биохимией Не на биофаке, а вот именно на химическом факультете И послушав его рассказы, я поняла, что вот это то, о чем я на самом деле всю жизнь мечтала И я немножко изменила направление своей подготовки И вместо биологии стала готовиться к физике, к ЕГЭ И он до сих пор продолжает меня вдохновлять, помогает мне Он теперь аспирант уже на химическом факультете И благодаря нему я нашла именно то, что мне действительно близко И оказалось, что химия тоже очень красивая И она настолько фундаментальная и глубокая Она настолько глубоко уходит корнями в этот мир И описывает мир настолько фундаментально Что я просто не знаю, что это Настолько круто, что я не могу сделать этот уникой вывод И химия это очень красиво И у нас даже есть видео, которое мы подготовили о том, насколько химия красивая Эту записи сделаны мной в основном и моими одногруппниками Во время наших занятий на химическом факультете Мы можем ее сейчас, наверное, посмотреть Да, давай мы с удовольствием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, продолжим. Ну, почему именно химия вопрос, ты уже ответила. Здесь был такой вопрос, ты так любишь путешествовать, ходить в походы, научиться именно на химии. Ты уже ответила на этот вопрос. Дальше. Как ты поняла, что занятие естественными науками – это твой путь в жизни? По-моему, тоже ты уже отвечала на это. В принципе, да. На похожий вопрос, друзья. Ищите в трансляции. Был такой. Дарья, какой смысл ты видишь в своем существовании? Вот такой вопрос. Глубоко копнули. Андрей, кто задал его? Андрей с рыбачами задал. Да. У меня же вернули вопрос от него. Что ж, я считаю, что смысл в том, чтобы научиться чему-то важному, возможно, это будет не одна вещь, и передать эти знания дальше другим людям, своим ученикам, своим детям. Поэтому для меня очень важна педагогика, важно инструкторство, потому что жизнь человека очень коротка, и если ты не передашь свои мысли, свои знания кому-то другому, то оно все умирает вместе с тобой, и ничего от тебя в мире не останется. А если у тебя будут ученики, которым ты будешь рассказывать что-то, и сможешь чему-то научиться от них, тогда ты будешь жить вечную, потому что, как в этой песне про Сантару, я буду петь голосами моих детей, и голосами их детей, и тогда, если ты будешь стараться находиться лучше в этом мире, и учить этому других людей, тогда лучше в мире будет становиться больше, и мир станет лучше. И в этом я вижу смысл своей жизни. Замечательные слова. Хочется сказать золотые слова, Даша. Даша, следующий вопрос тоже от Андрея. Давай, Кристина, извини, извини. Я не знаю, что... Извини. Ты сейчас говорила про одну книгу, и теперь такой вопрос в топ-3 любимых книги. Можно называть учебники? Можно называть биологических учебников, которые тоже, на самом деле, очень важны для меня, потому что там действительно хорошие учебники, они не учат себя только науке, они показывают какие-то более глубокие вещи в жизни. Они проводят параллели между наукой и обычной жизнью. И вот, например, одна из моих... Мой любимый учебник — это биохимия Ленинджера, которая начинается с вступления о том, что такое наука, кто такой ученый, и потом там очень много обсуждаются вопросов, объяснения каких-то явлений, которые раньше считались мистическими, с точки зрения биохимии, например. Например, откуда появились легенды про вампиров, почему говорили, что у королей голубая кровь. И вот это, мне кажется, та часть науки, которая доступна любому человеку, и именно это то, чем любой человек может восхищаться в науке — тем, что наука неразрывно связана с нашей жизнью, и она... Это не что-то метафизическое и отдельное. Наука объясняет наш мир, объясняет нашу жизнь и нашу Вселенную. Поведение человека объясняют биологические науки, социальные науки объясняют взаимодействие людей в обществе. Естественные науки объясняют в целом, как работает и устроен этот мир, и изучают это всё, и поэтому это прекрасно. Так что, извините, что учебник оказался одной из моих любимых книг, но так оно и есть. Кроме этого, я очень люблю книгу «Звёздные дневники» Иоанна Тихова. Автором её является Танислав Лем. Это тоже книга, на самом деле, про науку, про кибернетику, которую я знаю с детства, которая тоже повлияла на моё мировосприятие, может быть. И это серия книг Киры Баучёва про Алису Селезнёву, с которой, я думаю, всё и началось, с которого началась моя мечта, как я уже рассказывала. Вот так. Даш, насколько ты выражаешь свои мысли, это просто, я, мне кажется, могу часами тебя слушать. И здесь тоже ребята в комментариях восхищаются, как ты здорово рассказываешь о своей учёбе. Это здорово, когда ты нашёл свой путь к своей мечте. И ещё есть вопрос от Николая Уланова. Даша, когда будешь звать на концерты с гитарой, спрашивает Николай. Гитара – это отдельный кусочек моей жизни. Я начала заниматься гитарой не очень давно, буквально, может быть, год назад. Для меня это было не только занятием музыкой, для меня это было что-то такое социальное. Это тоже был способ общаться с людьми, потому что, когда ты в походе сидишься, берёшь руки гитары, вокруг тебя собираются все, и вы вместе поёте. Это тоже коллективизм, которого мне всегда в моём детстве не хватало. И я хочу тоже быть источником, тоже хочу собирать этих людей вокруг себя. Даже не важно быть их центром, не важно, чтобы они собирались, проводили время вместе. Ведь это так ценно и так прекрасно. Я так люблю гитарные вечера, но мало людей, которые берут гитару в поход. И поэтому, почему бы не стать тем человеком, который взял гитару в поход и собрал всех вокруг костра, попить вместе прекрасные песни. Но я ещё только учусь, я ещё не волчебник. Поэтому концерты будут как минимум после только закончится самоизоляция. Даша... Ну почему? Можно в онлайн, Даша. Да, можно в прямом эфире было прям прийти к нам с гитаркой. Мы сейчас сели, чайкуб налили, песню попели. У нас вот сзади лес какой прекрасный. Практически такая же атмосфера. Поэтому, Даша, в следующий раз, если ты придёшь к нам в студию, обязательно бери с тобой гитару. Мы устроим здесь концерт и будем петь песни под гитару. Коль, передаю тебе... Да, я хочу вернуться к тому чудо-видео, где вы что-то там химичили. Прям химичили, без преувеличения. Что вы там делали? Можешь вкратце рассказать? Там в основном были постановочные опыты с наших лекций. И некоторые опыты из наших практических работ, которые мы регулярно выполняем в обычное учебное время. На самом деле, на химфаке ты с первых дней, с первых дней твоего обучения, ты начинаешь работать, во-первых, в учебном практике, во-вторых, ты выбираешь себе лабораторию, в которой ты начинаешь развиваться как учёный, делать свои первые научные работы. Может быть, это будет просто курсовая работа. Кто-то может сразу взять статьи. И ты с первых дней видишь химию своими глазами, трогаешь это всё своими руками и всё сам пробуешь. Слушай, а бывает у вас такое, что что-то идёт не по плану и, может, что-то взрывается или плавится? У меня всегда было представление о химии, что если я кислоту разолью на стол, то сразу дырка в столе появится, потом дырка в полу, потому что кислота, она же очень детская и так далее. У вас что-то подобное бывает? Практиками у нас очень много концентрированных реагентов, в том числе концентрированных кислот, поэтому мы часто, часто приходится покупать новые лабораторные халаты. Я уже в третьем своём хожу за этот учебный год. У нас действительно иногда что-то взрывается, не всегда по плану. Иногда мы с подсоциально что-то синтезируем, что-то, что не очень сильно, но взорвётся. Вот вы видели как раз это в конце видео. Бывает, что что-то взрывается, но не всегда это просто невнимательность. Иногда ты что-то чуть-чуть не так собрал в приборе, у тебя появилась какая-то ёмкость герметично закупоренная, потому что у тебя, например, шланг расслабился. И уже от этого у тебя может взорваться что-нибудь из стекла, просто потому что там наберётся слишком много газа. И мы действительно работаем с очень большим количеством опасных веществ, но мы, во-первых, мы соблюдаем, конечно же, технику безопасности, что очень сильно позволяет обезопасить нашу работу. И мы хорошо знаем химические свойства тех веществ, работаем. Мы постоянно этим занимаемся, мы это проходим на шестических занятиях. И поэтому мы можем заранее предсказать, что произойдёт, что может произойти, и придумать, как этого избежать, как это предотвратить. Слушай, круто на самом деле. Прям действительно такая наука-наука. Я когда учился в университете, у меня было два вида химии. Общая химия и химия воды, вот в частности, такая углублённая. Потому что по первому образованию я именно специалист по водоснабжению, водоотведению, скажем так. Скажи, а у тебя есть какая-нибудь... Кристин, да, ты не знала об этом? У тебя есть какая-нибудь любимая химия? Ну, может, углублённо хочешь изучать какой-то из подвидов химии? Мне больше всего нравится, если это глобальная биохимия, потому что это как раз стык моих любимых биологий и химии. А если ещё глубже, мне очень хочется изучать химию мозга, потому что мозг – это совершенно уникальная структура, возникшая эволюционным путём. То есть не кто-то её изобрёл, она возникла сама собой в ходе эволюции. И это та структура, которая может создавать произведение искусства вместе с оболочкой в виде человеческого тела. Она может сама заниматься наукой, она может сама себя изучать. И я не могу найти предмет изучения более интересного и более разнообразного. И изучая химию мозга, я уже сейчас могу что-то применять даже в своей обычной жизни. Например, я знаю, что из-за того, что мы сидим дома, у нас получается, что организм меньше вырабатывает дофамина, потому что мы меньше нового видим в окружающей нас среде, меньше общаемся с другими людьми, меньше попадаем в новые условия. И чтобы это компенсировать, например, я занимаюсь творчеством, много занимаюсь учёбой, чтобы тоже узнать что-то новое. Занимаюсь спортом, который тоже позволяет вырабатывать дофамин. То есть эти знания, они не только фундаментальные для учёных, они очень сильно применяют в нашей общей жизни в плане медицины. Мы можем, изучая то, как работать мог, мы можем научиться, возможно, видеть какие-то такие заболевания нервной системы, как болезнь Паркинсона или болезнь Эдгеймера. Так и в нашей обыденной жизни мы можем применять эти знания, чтобы эффективнее учиться, эффективнее запоминать, быть более счастливым, потому что ты можешь узнать, как работают эмоции, например, и понять, что тебе нужно делать, чтобы эти эмоции получить. Более эффективным способом. Например, не просто там читать анекдоты, чтобы повеселиться. Ты можешь заняться спортом, и уже у тебя будет прилип по индивидуанным ферментеатрам и сделанным гормонам, которые поднимают тебе настроение. Слушай, это очень интересно, на самом деле. И я прям понимаю то, что у меня тоже зависимость от спорта есть. Теперь я убеждаюсь, что действительно так и есть, что спорт вызывает зависимость, потому что ты вырабатываешь тем самым определенные гормоны. Даша, скажи, у тебя есть какая-нибудь глобальная цель? Ты сейчас, можно сказать, без привлечения являешься таким маленьким ученым, который развивается, постоянно узнает что-то новое, учит. Может, у тебя есть какая-то глобальная цель сделать какое-то открытие, либо устроиться в какую-нибудь очень крупную научную станцию, стать знаменитым ученым, сделать какую-то, подтвердить, не знаю, там, теорему, создать свою формулу. В общем, может, что-то такое у тебя есть, нет? Цель, так сказать, этого всего. Я вижу для себя два пути, если я буду действительно заниматься науками о мозге. Первый путь – это сделать какое-то фундаментальное открытие о принципах работы мозга, потому что, на самом деле, это все еще... Мозг очень сложный, даже несмотря на то, что люди изучают его уже столетиями, у нас еще огромное количество вопросов. И второе – это более практическая мысль, и это тоже зависит точно от того, смогу ли я найти... Точно от него было зависит от открытия, они должны быть подготовлены. То есть, чтобы какое-то научное открытие стояло, должна быть наработана определенная теоретическая база всем научным сообществам. И тогда, когда открыто определенное количество фактов, открытие рано или поздно случается. Так вот, и вторая практическая цель – это найти какие-то важные сведения, которые помогли бы в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, о которых я уже говорила, потому что они одни из самых... Благодаря этим заболеваниям очень сильно сейчас страдают люди, и мы не можем продлевать нормальную жизнь человечеству, если мы не победим эти заболевания, или хотя бы не облегчим их. Потому что если ты до старости, то могут начаться проблемы с нейной системой, с памятью, с контролем твоих движений, как раз благодаря этим твоим болезням. И если мы сможем что-то с этими болезнями сделать, человечество станет жить еще дольше, люди будут дольше оставаться работоспособными, могущими правильно и свободно воспринимать этот мир жизни, так, как им хочется, а не быть прикованным к постелям, например, или... Убеду, у меня есть... Я стараюсь сказать... Немножко грустная эта мысль, и не хотела бы на ней завершать, поэтому давайте обсудим еще что-нибудь. Слушай, ну, грустная, но при этом очень светлая. Лично меня берет гордость в то, что вот я знаком лично с тобой, и еще у нас такая достаточно большая история начинается, так сказать, глубоко в детстве, в моей молодости, связанная с горами, и при всем при этом у тебя такие замечательные мысли, такие цели, Кристин. Не стоит так кривиться, морщить. В моей молодости. В школенной молодости, Даша. Когда мы с Колей познакомились, мы было столько же лет, сколько мне сейчас. Интересный факт. Я как бы извиняюсь. Даша, слушай, я на самом деле в восторге, с каким задором ты рассказываешь об учебе, как ты этим горишь. Это очень классно, когда человек находит действительно то, что ему по душе, и может говорить об этом часами, скажем так, он прям действительно захлеб от этих эмоций. И я хочу задать тебе вот такой вопрос. Что ты посоветуешь нашим зрителям, чтобы поступить в буст своей мечты и найти свое любимое дело? На самом деле относительно дела жизни я придерживаюсь такой мысли. У Вселенной не заложено какого-то плана под каждого конкретного человека. Каждый человек сам выбирает то, что ему достаточно нравится, а потом он просто очень-очень много над этим работает, и тогда это дело становится его призванием. То есть призвание не нужно искать, призвание нужно выбрать. Нужно найти что-то, что тебе нравится, и потом очень много над этим работать. И, соответственно, если ты поймешь, чем ты хочешь заниматься и зачем ты хочешь этим заниматься, ты поймешь, что именно для этого нужно делать. То есть ты сможешь выбрать себе вуз, ты сможешь выбрать направление, свою учебу. И тогда тебе также нужно продолжать работать, своей целью продолжать учиться, потому что в нашей жизни это непрерывная учеба, так или иначе. Даже если не занимаешься наукой, мы ученые, мы учимся в прямом смысле, как в том, который классический запас, это слово. Люди, которые занимаются, может быть, не наукой, они все равно учатся, они все равно развиваются. Это не только профессиональная деятельность, это и личная деятельность, это и характер, это и общение с людьми, о котором мы так много сегодня уже сказали. В общем, общий рецепт такой, выбрать свою цель, понять, что ты хочешь считать своей целью и что достойно быть твоей целью и очень много над этим работать. Хорошо, Даш, тогда у меня к тебе следующий вопрос, у нас есть такая традиция. Всем гостям в эфире я задаю такой вопрос. Три самых главных правилах счастливого человека. Вот давай. Три самых главных правила Даши Семешкиной. Счастливого человека. Ну, кроме того, что я уже рассказала, что для меня является первостепенным, очень важно также быть окруженным всеми людьми, которых ты считаешь крутыми и которые помогают тебе развиваться, к которым ты можешь помочь развиваться. Кроме этого, конечно, иметь цель и, конечно, опять же, работать. Потому что, если ты не будешь работать над своей целью, ничто само не придет. Все должно достигаться большим упорным трудом. Я уже много раз это сказала, но для меня это действительно то, что я считаю важным и то, что помогает мне быть кем я есть, достигать моих целей. Даша, мне кажется, сегодня у нас такое, Коля, у нас такое интервью, что вот половина слов, которые говорила Даша, было не совсем понятно, но просто потому, что она очень-очень умная и одаренный ребенок. Даша, ты действительно очень клевая и, как ты говоришь, крутая. Вот мы сегодня пообщались с крутым человеком, который нас чему-то научил сейчас. И это очень ценно, это очень важно. И я хочу сказать тебе огромное спасибо. Мне было безумно приятно пообщаться с тобой. Не как вот там мы на мероприятиях по пять минут там «Привет, привет, как дела?», а вот так вот поглубже, побольше тебя узнать как человека. Это очень классно. Я присоединяюсь полностью к словам, сказанным Кристиной. И, Даша, хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты нашла время, так сказать, поучаствовать в нашем онлайн-вещании, рассказать о своих целях, о своих планах, о том, чего тебе удалось уже достичь. Мне лично было безумно интересно это все слышать, узнавать, потому что, ну, как уже все поняли, у нас с Дашей 5 лет в этом году будет, как мы знакомы, Даша. Вот. Летно. Поразительно. Генератор. Да. Время летит очень быстро, и ты очень многого за это время успела добиться. Спасибо тебе большое. Было очень приятно пообщаться. Будем рады снова видеть тебя в нашем эфире. После окончания самоизоляции будем рады просто тебя видеть. Вот. Приходи с радостью к нам. Ты завершишь обижательно семинар инструкторский. Вот. Я уверен, что ты станешь хорошим инструктором, потому что ты очень целеустремленная, такой и оставайся. Ну что ж, а мы Кристиной можем еще раз тебя поблагодарить за сегодняшний замечательный эфир. Спасибо тебе большое. Я тоже хочу поблагодарить тебя, если бы была возможность поразмышлять о многих темах, о которых в обычной жизни у тебя нет времени подумать. А когда тебе задают вопросы, у тебя есть специальное время, чтобы об этом подумать. Это очень важно и очень ценно для меня. И, конечно, я хочу обсудить лучший вопрос сегодняшнего вечера, чтобы наградить победителей книгой. Я не смогла выбрать одного вопроса, я выбрала два вопроса, которые были наиболее приятными, интересными. Первый вопрос — это смысл существования, который действительно больше всего за странность подне задуматься и моему уму пойти каким-то путем, которым он обычно не ходит. То есть это был не просто рассказ для меня о том, что я и так уже придумала и о том, что и так со мной происходит. Это было именно замышлением куда-то в глубь от обычных путей моего мозга. А второй вопрос — это вопрос про гитару. Он был сам по себе не очень... Я не могу сказать, что вопрос был интересным, но мне было очень приятно задуматься об этой теме, потому что это было как раз про общение с людьми. Это то, что для меня действительно важно в рамках общения с большим приключением и с лабораторией путешествий. И оба этих человека получат от меня книги, подарок, какие я уже с ними потом обсужу и расскажу им. Отлично. Сегодня книжки получают у нас от Дарьи. Это Андрей Чикрыгин и Николай Уланов. Поздравляем победителей. У вас были самые, на взгляд, даже интересные вопросы. Даша, мы говорим тебе еще раз огромное спасибо. Мы ждем тебя в следующем эфире уже с гитарой. Ты уже не ответишься от нас. Будем петь песни и пить вкусный чай. Поэтому удачи тебе. У тебя все получится. Спасибо, ребята. Пока. Пока.